привет все ой пока у меня 23 процента зарядки я с вами поболтаю чуть-чуть вот я сегодня буду говорить очень странно в голос и не очень тяжело говорить на самом деле потому что в носу у меня стоят ватки с лекарством после врача я короче не могу дышать носом ртом говорю в этом сложновато но мне хочется поболтать просто с вами ни о чем хочу сейчас умничать и входить в какие-то там состоянии что-то там вещами просто вот ни о чем поболтать вот на все ответы на все вопросы и ответы уже есть во всех моих постах и видео уже все есть смотрите читайте сейчас мы можем поболтать о чем нибудь нейтральном вот и если вы будете ставить лайки спасибо вам за сердечки то у меня будет виснуть прямой эфир уже как бы я знаю опыт проходила так вот а может и не будет вис посмотрим ой приветик и благодарю да я вас тоже благодарю приветик спасибо что с носом простыла нет я же его ломала делала внутреннюю перегородку тут вот такие пластыря выходила во все эфиры вот сейчас мне все сняли сейчас после доктора просто приехала восстановление там до четырех месяцев может быть вот эти вот корки внутри слизь постоянно насыкать нужно ему постоянно полоскать и таскать тампоны со всякой хренью чтобы там эти корки не застывали короче вот такая фигня вот посты как из друга изобилия от сердечек эфиры не виснут каждый раз когда вот их тут много ставили когда много человек в эфире вот висла и все тут писали в чате типа не ставьте сердечки висит эфир не знаю может и не от этого висит наверно просто от моей энергетики иногда меня несет и я начинаю такую информацию говорить которые не может пока многим восприняться и поэтому эфир висит скорее всего не знаю объяснение на самом деле ем торт очень вкусно классно а я вот от доктора приехала и у меня а нет уже торта нету мне муж купил торт и самого съела так пару кусочков попробовала ай лавин ой спасибочки кто-то меня любит я тоже вас люблю ай лав я люблю филипп пишет филипп не знаю даже спрашивать у вас вопросики смысла нету потому что за умного ничего не лезет в голову сейчас эфир так просто не стоит ни о чем вот я недавно хвасталась вчера только что какие у меня все умнички виктория реклама курсов будет вот и про курсен тоже скажу я походила да по всем блогерам разным посмотрела сколько у них там подписчиков в сто раз больше чем у меня на прямых эфиров в сто раз меньше людей чем у меня но это вообще короче и поэтому подписчики ничего не значат я написала некоторым блогером то что ребята со схожей тематикой там кто саморазвитие интересуется там веща это говорю давайте вместе эфир проведем и короче трое просто в игноре меня игнорят я так и думаю вот суки вот будет у меня миллион подписчиков я посмотрю как вы ко мне попроситесь а я смотрю на их эфиры а у них всегда меньше людей чем у меня и лайков тоже меньше и комментариев меньше поэтому у меня самая лучшая аудитория и наверное не хрен вам разбазариваться по другим блогерам от меня уходить то я вечно всех пиарю блин а до себя руки не доходят ну конечно накрученные но вот у них накручено все говорю а можно репост к вам сделать они говорят там 10 тысяч 20 тысяч 30 тысяч говорю а с херали блин а какой но но выхлоп там у вас меньше чем у меня живой аудитории короче они не понимают что можно делиться и этим расширяться и умножаться не понимают они блин как же я смешно говорю с этими ватками не могу сама себя слушаю такой как будто вакууме как будто мне голова в скафандре и я себя слышу странно не знаю как у вас у тебя живые подписчики да у меня вот сейчас 7000 подписчиков и я поняла я ни одного человека не накручивала я поняла то что у меня вообще левых нету все пишутся комментируют заходят в эфир это классно зачем и здесь будет все круто они просто не в теме ну да но мне просто интересно стало в какой-то момент вот это совершенно интерес вот недавно появился когда мне захотелось вести прямые эфиры расширяться вот расширять свою аудиторию и плюс делиться интересными людьми на мой взгляд которые тоже очень интересно рассказывают по-другому все все мы об одном и том же но каждый через там свое мышление интерпретирует по-своему и классно когда ты себя познаешь через всех слушая разные точки зрения принимаешь и блин еще больше расширяешься еще находишь новое трение телефон оповестил что у меня осталось мало зарядки 10 процентов но я так думаю что iphone еще ее полчаса может продержать так по поводу буду ли рекламировать курсы да не буду рекламировать курсы кто-то у меня спросил про курс на я сказала один раз в жизни блин в прямом эфире про курс когда мне спросили и тут начали все писать все в одном лице опять же я вот одна девушка начала писать только курсы свои рекламируешь божечки мои меня все бесплатно все бесплатно вообще бесплатно вся информация на youtube я выкладываю делюсь и не жалко что все начинают этим пользоваться это же круто это же расширение даже блин клетка делится на расширяется и когда этого не забуду слова биологии слава всем учителям которые рассказывали про биологию что клетка делится она расширяется и становится больше вот так и живем так что я хотела на или расскажите пожалуйста часто слышу вы говорите что нас не рожали а как же те кто в данный момент детей рожают ну не знаю спросите их но здесь и сейчас у них вот такая реальность но здесь сейчас но следующий миг этого уже не будет же они же не бесконечно себя рождают у нас есть только одна точка здесь сейчас только один миг существующий который существует нету ни прошлого ни будущего все воспоминания из точки одной только во многих эфирах показывала вот есть точечка на которой вы находитесь представьте ее в пространстве ну лучик один это типа будущее а прошлое как до этой точки дошло откуда начало где наше прошлое оно тоже в будущем из этой точки происходит все эти лучики во все варианты поэтому блин мы все воспоминания с вами вспоминаем согласно нашему мышлению сейчас мы даже с собаку сейчас проживаем жизнь собаки и кошки и мышки и травинки мы одновременно являемся вообще всем и одновременно это все иллюзия красиво сказано это просто такое мышление такая точка обзора вы можете выбирать любую точку обзора и смотреть на мир так как вы хотите но вы так и делаете так как вы на нее смотрите на эту иллюзию которую вы видите вокруг себя она вам будет подтверждать ровно то что вы хотите видеть в том что в том в чем вы убеждены и вы всегда подтвердите все если я говорю о том что ничего нету моя реальность это подтверждает если вы говорите что есть прошлое реальность вам подтвердит что есть прошлое есть все каждая реальность имеет место быть это непротиворечивая теория всех прав которые существуют одновременно мне нравится иногда опираться на квантовую физику блин это вообще гениальные гениальные мысли ученых про квантовую физику о многомерности реальности вот иногда на нее не опираюсь так можешь разъяснить вот я сейчас с мужем и ребенком мы остались без работы и денег понимая что это этап жизни но как найти силы и возможность устроить свою жизнь как хочется как найти силы они у вас есть пока вы ищете их нет как только перестанете их искать они у вас будут нет энергии хочу есть и спать постоянно энергия у вас есть энергии не существует она во всем у вас ровно столько блин если слово энергии использовать у вас ровно столько потока энергии на осуществление вашего желания насколько есть к этому интерес и все антиматерия это ваше желание это ваш интерес и как только появляется интерес высвобождается из ничего ровно столько ну пускай будут энергии сколько нужно на осуществление вашего желания но вы тормозите весь ваш поток который осуществляет все это дело своим я знаю я знаю что блин деньги от работы приходят я знаю что у меня нет денег с чего вы вообще это взяли вот пока вы знаете это и держитесь за свою правду она самоподтверждающиеся но если все творится и здесь и сейчас и даже прошлое то вы сейчас это прошлое можете поменять то есть все ваши воспоминания в один момент прямо в этой точке здесь и сейчас только когда вы осознаете встанете на такую точку обзора что нету прошлого все ваши воспоминания от того что я вот так решил вот здесь сейчас я так знаю оно подтверждает вам это если у вас прямо сейчас возникнет интерес а интересно блин ну не знаю я как у меня сейчас появятся деньги и начнете просто наблюдать за этим то они у вас появятся как только вы проявите интерес а как сейчас у меня будет куча силы я вскочу и побегу а не буду лежать постоянно на кровати и спать ну вот у вас просто нету интереса вы не знаете что делать вы хотите знать что нужно делать а нужно не знать нужно просто слушать свое тело вот неужели нет никаких желаний ну не может быть такого но есть желание я хочу есть и спать вот я хочу видите ваше желание я хочу вам интересно как это есть и спать вы едите и спите потому что я хочу А если вы захотите не есть и не спать, вы же ответили на свой вопрос. Мне интересно, а как я захочу не есть? Мне вот интересно, как я захочу не спать? Тогда вот этот интерес проявит другую материальную действительность. И тогда правда будет другой. А то я хочу. Ну это же ваше желание. Так наслаждайтесь этим желанием. Я хочу есть и спать. Я хочу. Видите, ну блин, вы даже не понимаете, что вы пишете. Я хочу есть и спать. Прикиньте, я хочу. Это мое желание. Оно вам, блин, сразу дается. Все наши желания исполнены. Все, что вы хотите. Перехотите. Захотите что-нибудь другое. И тогда вы увидите. Я зарегистрировалась специально в Инстаграме. Читать и смотреть вас. Спасибочки. На Ютубе каждый день новые видео. Смотрю как сериал. Каждый раз, когда слушаю, нажимаю на паузу, когда приходит осознание. Так, классно. Да, это очень классно. Я запуталась. Если желание от нехватки, то внимания желанием не давать. Прочтите мой пост про желание. Я только что его выложила. Это, наверное, 17-й пост про желание за последние пару месяцев на моем, блин, вот здесь, в канале Инстаграм и в статьях в Телеграме, где я пишу одно и то же про желание. Желание – это наш индикатор того, что вы хотите получить, почувствовав. Это всего лишь образ, который ваш ум запаковало. Это просто как мозг вам передаёт картинками, хочу машину, квартиру, дом, деньги, картинками передаёт вам, какие чувства вам нужны, что вы хотите испытывать. Вот что вы хотите испытывать, как вы хотите себя испытывать через эти чувства, познавая себя. Мозг просто подкидывает картинки. Расшифровывайте, что это за картинки. Да не хотите вы денег, ну признайтесь вы уже себе. Ну, блин, враньё это всё. Ну, не денег вы хотите. Вы хотите на эти деньги что-то купить. Ну, не пиздите себе, что вы хотите денег. Ну, распишите свои желания уже, что вы хотите на них купить. Вот это пиздёж каждый раз. Блин, я хочу денег, я хочу денег. Ну, это пиздёж. Вы хотите на них что-то купить. А что вы хотите на них купить? Это вы осознаете? А вот это вот то, что вы хотите на них купить, для чего вам вообще? Осознайте, что вы с этим делать будете. Осознайте, какие они чувства вам принесут. Осознайте, ну дайте вы сейчас эти чувства. Это не визуализация, как тут девочка меня заколебала уже комментариями одними и тем же. Я не хочу визуализировать это самообман, чтобы приходили эти деньги. Я вот хочу сейчас здесь, сейчас эти деньги. Да не хочет она деньги. Мы всегда получаем ровно то, что мы хотим. Ни больше, ни меньше. Когда вы осознаете, что весь мир — это продукт вашего желания. И нет в мире ничего, что бы не соответствовало вашим желаниям. Когда вы это поймёте, блин, тогда вы поймёте, что если нет денег, это ваше желание их не хотеть, не иметь. Потому что они дохер вам не нужны, вам нужно другое. Переключите фокус внимания, блин, на другое. Не на деньги. Недостаток этих денег порождает вам деньги. Деньги и те желания, которые вы на них хотите купить, это всего лишь, блин, подсказка вам, что зашифровано в этом желании. Ну расшифруйте уже, какие чувства вы хотите. Вы хотите, блин, чувствовать. Вы хотите радость испытывать. Вы хотите счастье испытывать. Вы хотите любовь испытывать. Вы хотите кайфовать. Вы хотите, чтобы вам было не страшно. Вы хотите, чтобы у вас было умиротворение. Вы хотите благость вот эту испытывать в теле. У вас удовольствие должно быть. Смех. Вот это вы всё хотите. Ну, блин. От куска материала без чувств, без эмоций вам до него дела нет. Почему, когда вам девушку дарят перфоратор на день рождения, только представьте, как он такой не нравится. Потому что, ну прикиньте, вам материализовали кусок перфоратора. Из воздуха сделан перфоратор, блин, который вам подарили. Но он вам не нравится. Почему? Потому что он не вызывает в вас никаких чувств. И всё. Ну прикиньте, вам подарили перфоратор. Вам подарок сделаете. Ну что бы не радоваться? Да нет, ни хрена не могу радоваться тому, потому что чувств нету в этом перфораторе. И он мне не даёт их. Я не могу испытать радость от перфоратора. Потому что я не знаю, блин, куда его пришить. Но каждый кусок материи, вот каждый кусок, он вызывает в вас какие-то чувства. И вы хотите это чувствовать. И вы создаёте все эти материальные объекты. Только ради одного. Ради одного. Ну или многого. Но всё прочувствую. Нелли, я знаю другое. Интересно, как это возможно? Нелли, я знаю другое. Интересно, как это возможно? А чего вы знаете? Пишут про желание, говорят, нет желания. Ну, конечно. Ещё ты так классно говоришь, что ответ на вопрос всегда в самом вопросе. Можно и не ставить знак вопроса. Блин, гениально. Да-да-да, каждый эфир я говорю. Если у человека нет денег или здоровья, ему интересно, как жить без денег, получается так? У человека нездорового самое лучшее здоровье. Потому что здоровье, это уже не раз было сказано, когда глаза видят, эта система работает исправно. Когда тело нам сигналит сигнал, это значит, система работает исправно. Если наша система, тело, не сигналит нам ничего, значит, это, наверное, болезнь. Значит, она неисправна. Это классно, когда вы болеете. Вы видите, чем вы себя убиваете. Ваше тело сигналит вам это. Конечно, вы хотите болеть. Ну, конечно, это ваше желание. Вы все, блин, болеете. У вас каждый раз какие-то болячки. Прыщи там, пофиг вообще, не знаю, ударились, боль, нога. Это хорошо, вы этого хотите. Это, блин, ваше желание сигналить самому себе. Вы для этого тела себе создали, чтобы сигналить себе, блин, где вы себя убиваете. Тело охрененный переводчик просто. Ну, почитайте вы психосоматику хотя бы, боже мой. Потому что это все тело, которое и работает исправно. Система офигенная. Ну, если вы не болеете, у вас тело не сигналит, ну, блин, задумайтесь тогда. Что-то с вами не так на самом деле. Интересно, как жить без денег. У вас недостаток в башке внутри. Вы не чувствуете в себе изобилия всех этих чувств. Вы не чувствуете в себе ценность. Вы не чувствуете в себе, насколько вы, блин, кладезь полезных ископаемых. Вы не чувствуете в себе изобилия, блин, всего. Вы не чувствуете. Ценности в вас нет никакой. Вы не проявляете себе никак. Вы не хотите видеть вас внутри, эту красоту. Вы не хотите видеть ваши таланты. Вы не хотите их никак проявлять. Вы сидите на жопе ровно и ждете, блин, когда я заработаю 5 миллионов рублей, как купить квартиру или машину. Вот. И больше вам ничего и не надо. Вы настолько узко смотрите на этот мир, поэтому у вас нет денег вовне, потому что вы внутри эту ценность не чувствуете. Но когда вы внутри чувствуете эту ценность, блин, все ценности блага мира, блин, у ваших ног. Но только когда вы сначала внутри обнаружите это всё. Хватит цепляться в деньгах. Деньги — это всего лишь средство достижения ваших желаний. Но это не цель. Это не то, что вы хотите. Ваша душа вообще эти деньги никуда не пришьёт. Перестаньте, блин, верить своему уму. Он ничего не знает. Он может только переводить. Вы когда-нибудь вообще задумывались о том, как вы живёте? Когда-нибудь задумывались? Нахера вам деньги? Я хочу денег. И всё. Вот бесконечно вот это вот нытьё. Хочу, хочу. Вечно этот недостаток. Конечно, у вас ничего и не будет. Мне интересно, как от сладкого плавится подкожный жир. Да, очень интересно. Побольше калестеринчика в вашем теле, понимаете. Это самый главный расщепитель жиров. Нелли, я тебя люблю. Ты очень классно. Обожаю тебя смотреть. Я уже начала благодарить карантин за опыт из-за тебя. Да, карантин — это вообще чудо чудесное. Мозга не было, вообще бы себя не познали бы. Ну, понятное дело. Мозг — это переводчик, но не надо ему миссию руководства накладывать. Я дошла до того, что у меня нет желаний на будущее. Но это плохо их не иметь. Мы не отрицаем желания. Иметь классно желания, но не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы себя через них понимать. То есть переформатируйте свои желания. Мы не отрицаем. Мы не живём без желания. Желание — это хорошо. Желание — это индикатор. Желание — это подсказки. Это хорошо, когда они есть. Нелли, я смотрю, когда при наблюдении начинается взрыв, голова болит. Ну, потому что вы, когда наблюдаете, вы ещё пытаетесь это анализировать. Поэтому голова болит, а вы не включаете мозг. Белечка, тебе легко дышать, милая? Не, а мне здесь сейчас не легко. Мне тампоны там вставил врач, и мне надо с ними походить немножко. Поэтому я пока вообще сегодня не дышу. Попозже вытащу. Как перехотеть болеть? Как перехотеть отрезать язык, выколоть глаза и заткнуть уши? Не спрашивайте мне такой вопрос. Если вы перехотите болеть, вы отключите систему организма, которая будет вам сигналить. всё. Перестаньте это уже делать. Не надо вот так вот. Позвольте, блин, болезнь, это, блин, хорошо. Перестаньте болеть, слово болезнь наделять чем-то плохим. Ну, не плохое это. Это хорошо. Это нормальное функционирование организма. Перестаньте уже. У меня мигрень 20 лет. Всё перебрала. Не проходит. Вот с мигренью я тоже ещё не разобралась. У меня она, сколько мне лет? 37, да? Ну, вот лет 30, наверное, у меня мигрень тоже. Вот. О мигрене, потому что слишком много думаю, мало чувствую. Я сейчас учу чувствовать, учу себя чувствовать. Вот. И потихонечку, потихонечку начинаю с этим справляться. Ну, ещё, естественно, блин, мои мигрени, это просто сигнал того, что, блин, почаще туда надо заходить. Ну, или что значит ценность внутри? Какую ценность? Ну, вот осознайте себя, спросите. Когда вы внешне вот эти все ответы перестанете черпать и заглянете внутрь себя, тогда вы всё это обнаружите. я прям иногда хочется больше не выходить в эфиры никогда. Ну, блин, не могу, потому что это моя рефлексия для себя. Вот. Как ещё сделать так, чтобы я выходила в эфиры и при этом вы начали спрашивать сами себя? Вот я фиг вы знаете, ещё пока не догадалась. Когда начинают чувствовать те чувства, которые лежат за желаниями, искусственно вызывать, начинаются тревоги, сердце скачет, ничего не получается. Как исправить? Ну, осознайте причину вашей тревоги. Может быть, это какой-то страх, в который нужно пойти. Я же не знаю, я вижу, изобили красоты вовне, но в себе это пока не могу почувствовать. Тренируйтесь. Всегда удивляюсь, почему у тебя так мало подписчиков. Я думаю, должно быть миллионы людей, чтобы слушали тебя и менялись. Такие вещи говоришь, благодарю. Да, блин, я не удивляюсь, потому что... Видите, почему? Мне сразу вспоминается картинка, сидит такой чувак в луже, а ему руку подают и говорят, ну, давай, вставай, да ты не понимаешь, рвёт вот так в голову. Я хочу ещё в этой грязи посидеть, ты не понимаешь. Вот. Ну, как бы, людям ещё не нужно выходить со своей грязи. Просто многие хотят в жопе ещё побыть подольше. Они в этой поиграть пришли. и люди просыпаются потихонечку, и нас ещё на планете таких очень мало. Как ты вообще себя чувствуешь? Да я вообще хоременно себя чувствую. Мало кто хочет влияться. Как перейти в реальность изобилия? Как выбраться из этой грязи и жопы? захотеть, интерес включить. Для начала просто включить интерес. А мне вот интересно, как я сейчас что? Ну и конкретизируйте, а то вилами по воде. Из какой жопы? Ну осознайте, для чего вы её создали, зачем она вам нужна, что за этой жопой стоит, что вы пытаетесь себе сказать, что это за сигналы такие, чем вы её создали, какими чувствами, что вы все подавляете. Все жопы это подавленные ваши чувства, которые вы не разрешаете себе иметь. Сегодня очень классный вопрос девочка одна задала, я прям аж охренела, а потом следом другая девочка задала тот же вопрос, но я уже не стала повторять. Нелли, я чувствую постоянно злость, ненависть, агрессию, как их поменять на радость и на любовь. Вот этот вопрос вообще просто офигенный, который я вообще обожаю обсуждать постоянно. И я написала ответ, и вот хочется наверно повторить. любое чувство, как и программа, как ваш шаблон, он дуальный. То есть это всего лишь одна часть одной стороны, одной грани, понимаете? Вот это вот злость, это противоположность умиротворения или там радость, или это целый бриллиант с разными гранями. Представьте, я говорю, я хочу блокнот, но вот эту часть я не хочу, она злая, плохая, а вот эту радость я хочу. Вы такие, разорвали, блокнота нету, вы не можете получить вторую часть как целый блокнот, потому что, блин, вы одну сторону не принимаете, не разрешаете себе давить и пытаясь ее изменить. Я привела пример с башмаками, то есть с обувью. Вы такие, блин, ну не нравится мне подошва, херовая она такая, буду только верх носить. Ну и верх не сможете носить, потому что верх это уже такие ошметки и обуви у вас нету, вы ее расхерачили, понимаете? Вам-то нужно чувство радости и злость, блин, это одно и то же чувство, это одно целое, а вы разделили ее на две части. Нет боли, нет радости, ну да, это чувство вообще на самом деле нейтральное, все эти чувства, они нейтральные. Но вы пытаетесь разделить, похезать целое, и поэтому вам не достается ничего, и вы вечно испытываете этот недостаток. Вы говорите, как найти в себе ценность, потому что вы расхерачили, вы разделили все на части, и одно не принимаете, а второе получить тоже не можете, потому что вам целостность можно свою собрать. Я сейчас такая злющая, почему ты злющая и ржешь, вот, аж смешно, действительно нету на самом деле вообще ничего, кроме наших чувств. Я обычно покупаю, расхерачиваю под себя, правильно? что вы там покупаете? Ну, я вот так покупала одежду, расхерачивала и делала из нее что-то новенькое. Извини, что я тебя достала. Да, я тебя люблю, Елена, спасибо тебе, потому что я вас с вашими вопросами черпаю кучу информации. Знаете, как ковш, мне летят вопросы, я как ковшом туда иду и очень много для себя познаю. каждый раз объясняя что-то новое, вру, каждый раз объясняя что-то старое, правда, я еще глубже начинаю это понимать, еще глубже раскапывая глубину, блин, одного и того же, это же капец какой-то классный. На каждом уровне реальности вообще разная информация зашифрована в одной и той же фразе. Делли, что мне говорит ситуация, что у двух знакомых девчонок проблемы с мужьями, и постоянно звонят и говорят, что у них проблемы с мужьями, что мне эта зеркальность. Спросите себя, а что вы при этом чувствуете к этим девчонкам? какие чувства эти девчонки с их проблемами вас вызывают? Ну вот, что чувствуете? Жалость? Да нет. А что еще чувствуете? Странность? Почему они такие непонятные? Или что вы чувствуете? Вот когда вы будете осознавать, что вызывает вас все это внешнее, люди, солнце и так далее, и наблюдать за этими чувствами, тогда вы будете сразу и дуальность находить, и целое, и целое, и целое, нас собирать. И тогда вы будете внутри изобильнее. и тогда мир будет вам другое показывать. Чувства и эмоции это одно и то же. Не совсем. Меня бесит, что они не принимают причину в себе. А, вон оно что. А вы не увидели в этом, что это вы причину в себе не принимаете? Если бы вы принимали причину в себе, положа руку до сердца, никто бы вас не бесил, потому что никого нету. Причина в вас. Но они вам показывают, что вы ее ни хрена не принимаете, поэтому отстаньте уже от других людей. Нелли, код бога был 500 вроде утром. Нет, вы опоздали с 1500. Нелли, привет, дорогая. Привет. Нелли, что означает, когда я разговариваю с посторонними людьми, я чувствую тревогу. Если эмоционально говорю, то слезы, переживания. А по какому поводу вы испытываете тревогу? Вам за них страшно или что? Так, ладно. У меня телефон полностью сел, и этот эфир можно даже чуть-чуть сохранить на YouTube. Если сейчас не выйду, то вообще не сохранится. Всех целую, спасибо, что были со мной, и если вечером у меня будет импульс, я еще выйду. Пока.